МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирские аниматоры станут сотрудниками Союзмультфильма. Сегодня в Государственном университете архитектуры, дизайна и искусств подписали соглашение, в рамках которого студенты будут выполнять заказы всемирно известной студии. С подробностями Станислав Блинов. Я могу придумать героя, какого я захочу, окружение, полностью создать мир. И у меня практически не будет никаких границ. Студентка первого курса Ирина Трофименко будущую профессию выбрала давно. Первые мультфильмы создавала еще в детстве с помощью перекладных картинок и маминого телефона. Но о работе в Союзмультфильме даже не мечтала. Это просто чудо на самом деле. Я даже не думала, что такое может быть. Я безумно счастлива. Я всецело с головой хочу погрузиться в это дело и принять участие во всем, в чем смогу. Анимация – это способ с помощью изобразительного языка донести общечеловеческие ценности до каждого зрителя, независимо от возраста. Сотрудничество с легендарной студией открывает для студентов Новосибирского вуза безграничные перспективы. Хочется привнести в эту отрасль что-то свое, новосибирское. Можно попробовать воспользоваться нашим научным потенциалом и создать какие-то проекты, продукты на стыке искусства, достижений наших ученых, инженеров, в первую очередь из Академгородка. Для молодых аниматоров эта площадка в первую очередь возможность не только получить новые навыки, но и применить их на практике. Мы сегодня начинаем готовить по технологиям завтрашнего дня. И, конечно, безусловно, мы благодарим Андрея Александровича за поддержку, за помощь, деятельную помощь, которая была оказана университету для организации этой площадки. Сотрудничество будет строиться на взаимовыгодных условиях. Мы ждем свежей крови, мы ждем новых талантов. И главное, мы работаем на масштабирование всей индустрии. С момента основания в 1936 году на Союзмультфильме создали больше полутора тысяч мультфильмов. Среди них такие шедевры, как «Чебурашка», «Карлсон», «Ну погоди» и многие другие. А теперь к созданию новых историй приложат свои таланты и новосибирские аниматоры. Станислав Блинов, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. На улице Кедровой на выезде из мегаполиса появятся дополнительные полосы движения и новые остановки общественного транспорта. Об этом заявил мэр Новосибирска в ходе выездного совещания. Когда завершат реконструкцию улицы и с какими сложностями столкнулись рабочие, расскажет Ксения Корзун. Главная цель реконструкции – расширить выезд из города, увеличить пропускную способность дороги и тем самым сократить количество заторов. Заасфальтировать дополнительные полосы не так трудно, как вынести коммуникации. Именно этим сейчас занимаются рабочие. Еще одну сложность вызывает постоянный поток машин. Дорожники не стали полностью перекрывать Кедровую, только отдельные участки полос. Ремонтные работы, реконструкция создают определенные трудности для водителей, для тех, кто едет, кто находится на дороге. Но работы надо проводить и организовывать, и думать о том, как создать минимум вот этих неприятностей. Здесь есть возможности объезда. Многие водители знают и пользуются. Реконструкцию дороги разделили на два этапа. Первый начали еще в 2019 году. Тогда рабочие отремонтировали участок длиной чуть больше 600 метров от улицы Лобачевского до границы города. В 2020 году приступили ко второму этапу. Реконструкция от Лобачевского до Мочищенского шоссе. Длина этого участка почти 2000 метров. Мы планируем в этом сезоне сделать примерно 80% покрытия в одном слое и часть коммуникаций. На следующий год останутся работы по устройству двух слоев асфальтобетона. Это обустройство останется у нас, парапетное ограждение, ограждение пешеходное, знаки, разметка. Пока идут ремонтные работы, часть старых остановок пришлось убрать или перенести на десятки метров. Чтобы высадить пассажиров, автобусам приходится выезжать на обочину или специально отсыпанную полосу. Это вызывает недовольство местных жителей. Однако в скором времени рабочие обустроят семь остановочных павильонов и парковочные карманы. Ксения Корзун, Александр Ведерников, Новости ОТС. Зеленая зона вместо пустыря. Новосибирские активисты хотят разбить сквер в Октябрьском районе. Выбрали небольшой участок земли между многоквартирными домами по улице Бориса Богаткова. Проект уже есть. Осталось заручиться поддержкой городской администрации и местных жителей. Екатерина Стывко подробнее. Этот участок земли не относится ни к одному из соседних домов. Он принадлежит муниципалитету. Но, как говорят активисты, это белое пятно на карте города. За этим участком никто не следит. Сейчас здесь стихийная парковка, неблагоустроенная. Гулять совершенно негде, жалуется Татьяна Серая. В доме по улице Бориса Богаткова она живет уже 20 лет. Рассказывает, раньше на пустыре были ржавые гаражи. Теперь там ставят машины. Женщина мечтает о зеленом оазисе. Чтобы наши дети видели не только этот прекрасный серебристый металл, но что-то еще зелененькое, свеженькое, и слышали, как поют птицы, нам здесь рядом очень нужен сквер. С инициативой разбить во дворе сквер выступила жительница соседнего дома Татьяна Нестерова. Собрала подписи с трех многоквартирников. И вот уже не первый год бьется в закрытые двери. К предложению в мэрии сначала отнеслись скептически. Я спрашиваю, ну вот сделать для жителей вот зеленую зону. Первый вопрос, кто будет ухаживать? Если мы сделаем сквер, начнутся жалобы. Почему здесь мусор, почему здесь это, почему не так? И я задала вопрос. Так вам что, выгоднее, чтобы здесь был пустырь? Мне сказали, да, нам выгоднее, чтобы здесь был пустырь. Но активистка не остановилась. Подала заявку на городской грант и выиграла. Сделали проект. Территория полторы тысячи метров. Архитекторы предлагают разместить на ней пешеходные дорожки, удобные лавочки, установить мягкое освещение. Назвали участок Синичкин сквер. Эти птицы давно облюбовали территорию. Тему с Синичкиным сквером в виде некого прообраза птички, которая, условно, походив по этому скверу, оставила следы. В Мощене мы отображаем лапки другим цветом покрытия материалов. В планах создать и городской огород. Проводить в сквере мастер-классы по озеленению. Правда, сначала бывшую парковку придется отсыпать черноземом. Сейчас там даже трава не растет. Впереди у активистов второй этап гранта. После презентации проекта представители районной администрации стали сговорчивей. Когда будет на следующий год заседание комиссии и распределение грантов на второй этап, у нас такая практика есть. Поддержим при успешном завершении освоения гранта первого этапа. О комфорте автомобилистов тоже не забудут. Парковочные карманы планируют разместить вокруг Синичкиного сквера. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС. Умерли 11 человек, 6 мужчин и 5 женщин. Последний раз подобный антирекорд был зафиксирован 30 июня. По данным оперативного штаба, в отделениях реанимации находятся 365 человек, на аппаратах ИВЛ 63 пациента. Напомню, что в регионе работают 99 пунктов вакцинации. Новые партии препаратов поступают регулярно. В настоящее время первым компонентом вакцинированы более 467 тысяч жителей региона, а полный курс прошли более 340 тысяч человек. Тем временем в Новосибирском районе готовятся к открытию нового фельдшерско-акушерского пункта, первого в этом году в регионе. Раньше прием ввели в приспособленном помещении, размером с небольшую квартиру-студию. Вскоре пациенты будут принимать в просторных кабинетах. Приобретут и новое оборудование. Дмитрий Белькевич подробнее. Таблички с адресом на здании нового ФАПа в поселке Каинской заимка Новосибирского района пока нет. Помещения готовы, коммуникации подвели, ждут оборудование. Возвели здание быстро всего за полгода. Проект типовой. Стены из сэндвич-панелей. Строители придерживались требований и норм для медицинских помещений. Изнутри у нас металл специального полимерного покрытия, которое для медицинских учреждений моется и обслуживается с реагентами и всем остальным. В помещениях светло и тепло. Панели хорошо держат температуру, не пропускают холод. Вскоре установят современное оборудование. Из старого помещения площадью 20 квадратов ничего забирать не будут. Но обновить намерены не только оснащение. Рассматривают также возможность ротации кадров. Медицинские сотрудники у нас есть. Даже вплоть до того, что мы рассматриваем омоложение медицинских сотрудников, потому что мы впервые получили ФАП с жильем. К 120 квадратам медицинских помещений надо приплюсовать еще около 40. Это полноценная двухкомнатная квартира, где может жить фельдшер. Служебное жилье – неплохое подспорье для начинающих специалистов. Я молодой специалист, я только получила диплом фельдшерский. И поэтому я подбираю себе еще место работы. Вообще на ФАП приехала впервые, поэтому приглядываюсь, скажем так. Будет ли этот ФАП первым местом работы Елены, или она трудоустроится во врачебную амбулаторию, которую намерены построить в соседнем поселке, пока не ясно. Однако известны планы областных властей по объемам строительства таких медицинских учреждений. Мы в этом году, у нас в работе будет рекордное количество ФАПов – 34. И 29 мы должны ввести. У нас уже по большей половине объявлены торги на строительно-монтажные работы. Проекты уже готовы, прошли экспертизу большинства ФАП. Поэтому мы сейчас сыграем конкурсы. Подрядчики у нас есть и проверенные, которые выходят на конкурсы. И выходят нормально строить. Правда, без трудностей все равно не получается. Загвоздка в земельных участках. Но областной Минстрой ведет тесную работу с муниципалитетами. И строительство ФАПов будет идти в соответствии с графиком. Дмитрий Белькевич, Александр Ведерников. Новости ОТС. Вакцины против гриппа, диагностика онкозаболеваний и диабета, методики переработки в сфере сельского хозяйства. 40 молодых ученых получат именные стипендии, премии и гранты правительства региона. На эти цели из областного бюджета направили более 10 миллионов рублей. Премии будут выплачивать в рамках реализации госпрограммы стимулирования научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Новосибирской области. По словам регионального министра науки Алексея Васильева, в этом году молодым ученым присуждены 18 именных премий по таким направлениям, как высокотехнологичная медицина, экология, энергетика, цифровые, транспортные системы и другие направления. Также правительство региона выделило 10 именных стипендий для проведения перспективных научных исследований и разработок. А кроме того, 12 молодых ученых получили гранты на проведение научно-исследовательских работ. Девять новых направлений подготовки появились в Сибирском госуниверситете геосистем и технологий. Некоторые специальности единственные в городе и даже в стране. О том, что доступно поступающим, расскажет Екатерина Новгородцева. Софья Соловьева учится на третьем курсе на землеустройстве и кадастрах. В университет поступила после получения среднего профессионального образования. Самое главное, говорит девушка, уверенность в том, что после выпуска точно устроится по специальности. У нас есть множество конференций научных, практических, даже геосибирь. Это масштабное мероприятие, международный конгресс, выступления там чего только стоят. За культурно-творческие деятельности нас очень часто поощряют. Мы выезжаем в Москву, в Питер, в Сочи, в Крым. То есть, такие есть плюшки. Сейчас Софья в числе студентов, принимающих документы на поступление. Сегодня она рассказывает абитуриентам не только о привычных направлениях подготовки, но и о новых. Их в этом году девять. На бакалавриате это фотоника и оптоинформатика, а также юриспруденция по профильноземельно-имущественные отношения. К слову, эта специализация единственная в России. Помимо того, мы привлекли к разработке программы образовательной, а также к участию в реализации этой программы ведущих профессионалов этой области. Это управление Росреестра, в частности, Реагуза Светлана Евгеньевна у нас участвует. Это ведущие судебные эксперты, представители из различных субъектов Российской Федерации, а также ведущие юристы, адвокаты и так далее. Каждое направление бакалавриата подкреплено программой магистратуры. На этом уровне подготовки семь новых специальностей. В их числе управление развитием территорий в цифровой экономике, урбоэкология, управление в технических системах, мультиагентные системы и технологии, а также единственная в городе магистратура по информационной безопасности. В планах открыть военно-учебный центр. У меня вся семья работает в сфере геодезии, и как-то судьба моя предопределена была уже, что я буду поступать тоже в геодезию. В городе, конечно, есть пару вузов, которые занимаются подготовкой по специальности геодезии, но картография, я просто подаю документы на картографию, только взгудите. Качество образования в этом году подтвердили независимой оценкой. Один из студентов направления информационной безопасности получил золотой сертификат по итогам федерального интернет-экзамена для бакалавров. Один из вариантов подачи документов через личный кабинет. Для этого необходимо в нем зарегистрироваться, после чего заполнить вот такую анкету. Сюда вносится личная информация абитуриента, сведения о полученном ранее образовании и другие данные, после чего анкета отправляется на проверку специалиста. Если все в порядке, вам остается только подписать согласие на зачисление. Подать документы можно также через сервис протала госуслуг или лично. Иностранным и иногородним абитуриентам на время приемной кампании предоставляют места в общежитиях. У нас в Пшите есть очень комфортный зал тренажерный, он даже имеет название «Энергия». В зал есть борьбы, есть комфортные учебные комнаты, есть комнаты отдыха. Приемная кампания продлится до конца месяца. 6 августа зачислят студентов по особой квоте. 11 августа выйдут приказы о зачислении на общих основаниях. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев, Новости ОТС. И на этом у меня все. Выпуски новостей ОТС смотрите также на нашем YouTube-канале, адрес на экране. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вечера и до встречи.